друзья всем привет с вами снова из добра пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств герой сегодняшнего полноценного и честного обзора эта новинка в серии камон от компании техно это у нас можно сказать пред флагманский вариант камана с приставочкой про есть еще версия премьер но фактически отличается она от прошки наличием телевика здесь же у нас три модуля по 50 мегапикселей это основной фронтальный и широкоугольный ну и понятное дело что маркетинговая затычка в виде датчика глубины здесь тоже имеется по железу же и по дизайну что прошка что версия премьер практически идентичны поэтому стоит или нет переплачивать почти 10 тысяч рублей за телевик решать конечно же вам ну а за предоставление этого устройства на обзор хотелось бы сказать большое спасибо компании play ru в каталоге которого огромное количество смартфонов планшетов ноутбуков по самым выгодным ценам здесь вы найдете огромное количество новинок которые сможете купить как с доставкой так и непосредственно в магазине так что если выбираете для себя какой-то новый гаджет или что-то из электроники обязательно проходите по ссылочке в описании комплект поставки вполне себе традиционный для большинства телефончиков техно здесь мы получаем довольно мощную зарядку 70 ватт кабель тайп-си инструмент для извлечения сим лотка но и в конверте ки вы найдете фирменный чехол и набор документации чехольчик здесь у нас вот такой вот пластиковый нет и по и а выполнен под эко кожу на тыльной стороне ну и естественно традиционно пленочка для наклейки на экран идет в комплекте техно возлагает эту ответственность на самих покупателей каманы этого года получили отличительную черту большой круглый модуль камеры на тыльной стороне также здесь у нас дизайнерский вот такой вот элемента виде глянцевые зоны и плюс ко всему красная лампочка которая имитирует работу камеры ну и она также является лампочкой уведомлений у меня телефончик в темном оформлении вулканический базальт ну и на тыльной стороне у нас это стекло здесь как я уже сказал три глазка камеры два по 50 мегапикселей это основной модуль с sony amx 890 который встречается во многих даже флагманских смартфонах он с оптической стабилизацией 50 мегапиксельный ширик ну и датча глубины ну а на фронтальной стороне у нас самсунговский модуль 50 мегапикселей gm1 он получил вспышку и автофокус телефончик абсолютно плоский со всех сторон такой вот коробчатый дизайн можно назвать вот так но зато получился довольно тонким 7,8 миллиметра и весит 189 грамм несмотря на то что здесь вполне себе стандартный аккумулятор 5000 миллиампер и довольно большой экран 6,78 дюйма amoled full hd plus 144 герца что касается органов управления с правой стороны у нас кнопка включения клавиши регулировки громкости с левой стороны пустота сверху у нас находится динамик инфракрасный порт и микрофон ну а снизу динамик тайп си микрофон и сим лоток в данном случае без возможности расширение картой памяти но телефон бывает в версиях с 256 гигами встроенной памяти как у меня ну и старшая версия на 512 так что если вы предполагаете устанавливать много приложений и фотографировать и снимать видео лучше сразу брать старшую версию экранчик здесь у нас amoled он довольно яркий сочный и конечно же плавный за счет поддержки 144 герц здесь у нас довольно таки неплохая оболочка high os 14 версии на базе 14 андроида и эта оболочка действительно очень неплохо оптимизирована в последних итерациях она стала очень неплохой практически безглючной ну и по крайней мере значительно более легкой к чем допустим miui или hyper os от того же сяоми ну и плюс ко всему она позволяет довольно таки неплохо все кастомизировать и настроить здесь и темы есть и настройки always on display и обои и различные шрифты в общем каждый сможет настроить телефон под себя и свои нужды экран тоже позволяет довольно таки неплохо все настроить есть и темная и светлая тема есть у нас режим защиты зрения чтобы читать вечернее время экран становится таким немножко желтоватым есть повышенный режим высокой яркости для использования на улице ну и можно выбрать стиль цвета оригинальные либо же яркие цвета но честно говоря я вот сейчас смотрю на камеру не сильно что-то меняется вот световой температурой можно немножко подкрутить на ваш вкус и цвет частота обновления экрана здесь у нас выбирается 144 120 60 либо автоматический режим но из точки зрения яркости здесь у нас заявляется техно яркость более тысячи нит на улице естественно при ярком освещении давайте посмотрим на автоматической яркости примерно 700 люкс мы получаем то есть в принципе да на улице когда будет яркое солнце никаких вопросов принципе быть не должно с точки зрения шим здесь тоже у нас шим подсветка на уровне 1440 герц и как мы видим шим здесь у нас в принципе находится на довольно низком уровне в районе 11 процентов на высокой яркости давайте будем потихонечку снижать здесь у нас на половинке примерно 13 и опускаемся ниже и на минимальной яркости мы получаем тоже опять же в районе 11 12 процентов что в общем то можно назвать довольно таки неплохим результатом даже если у вас есть какие-то вопросы скажем так и проблемы с amoled экранами в принципе этой пульсации вы почувствовать не должны как я уже сказал здесь все неплохо с точки зрения оболочки действительно она неплохо оптимизирована и в данном случае техно обещает нам с этого года два полноценных обновления для своей новой линейки common то есть сейчас у нас android 14 и по идее android 15 и 16 этот телефон должен получить если это действительно так это большой шаг вперед потому что ранее телефоны от концерна трэншн холдинг куда входит инфиникс техно и итал не очень-то скажем так обновлялись производителем с точки зрения производительности здесь у нас довольно таки серьезные изменения по сравнению с прошлым годом а у нас процессор стал значительно мощнее вместо даймэнсти 8050 теперь 8200 но и с маркетинговой приставочкой ultimate если кто не знал многие производители имеют возможность заказать у производителя чипсета свою собственную неповторимую маркировку ну и по сути даймэнсти 8200 и 8200 ultimate естественно на бумаге ничем не отличаются но зато написать красиво в рекламных буклетах у техно есть возможность antutu демонстрирует нам более 900 тысяч баллов это действительно неплохой результат да конечно немножко не дотягивает до современных убийц флагманов от тех же пока допустим или риме но тем не менее это очень неплохой результат и большинству этой производительности будет за глаза он без проблем тянет любые игрушки естественно пабджи cool of duty асфальт на максимальных настройках ну и ханка и геншин здесь идут на средних и вы получите примерно 45 50 кадров с редкими просадками ну и естественно в троттлинг тесте чудо не произошло мощный процессор не может быть абсолютно холодным но тем не менее какого-то безумного троттлинга не наблюдается здесь мы видим а плавное падение примерно до 80 процентов от производительности где телефончик у нас зависает и большую часть теста на этих же 80 процентах и находится максимальная производительность была на уровне 347 гипс ну и среднее на уровне 300 это неплохой результат внутренний накопитель здесь у нас стандарта ufs 3 довольно неплохими скоростями почти что 1900 мигов мы видим на записи более двух тысяч на чтение в общем довольно неплохой результат для этого смартфона с точки зрения модуля коммуникации здесь все как и подобает в телефоне в двадцать четвертом году мало того что поддерживается два диапазона вай фай так еще и вай фай 6 именно по этому протоколу я был подключен к своему роутеру 500 мегабит выдает мне провайдер 500 мегабит я и получил в общем здесь никаких сюрпризов и вопросов также здесь у нас bluetooth версии 5 3 ну и естественно модуль nfc модуль gps отработал на ура высокая точность 2 метра большое количество спутников в поле зрения и в использовании практически все в зеленой зоне пользоваться навигацией можно очень комфортно и без проблем с точки зрения автономности телефончик не удивил и не поразил до 5000 аккумулятор но и процессор здесь довольно мощный так что если вы будете пользоваться телефоном на всю катушку то и заряжать его придется стабильно каждый вечер если немножко сократить использование телефона пользоваться в основном мессенджерами социальными сетями браузинг youtube чик но в общем такое вот казуальное использование без игрушек то чисто теоретически на полтора два дня растянуть заряд можно с помощью 70 ваттного блока зарядить телефончик можно примерно за 50 минут что не так чтобы очень быстро но и не так чтобы очень медленно в общем это такой стандартный результат для среднебюджетников в двадцать четвертом году с точки зрения динамиков здесь полный порядок у нас естественно стерео на борту это гибридная система когда основной динамик расположен снизу но а в качестве второго выступает у нас слуховой для того чтобы немножко уравновесить звучание сверху имеются дополнительные отверстия так что основной звук идет как бы спереди но и немножко сбоку за счет этого динамики звучат ну скажем так не сильно по-разному с точки зрения громкости и качество звука мне действительно очень нравится ну и Естественно, за что этот телефон будут покупать в первую очередь, это за его фото и видео возможности, которые здесь на уровне. Телефон получил три отличных 50-мегапиксельных сенсора, ну и плюс датчик глубины. В отличие от премьера, здесь у нас нет телевика. Но Sony AMX 890 позволяет делать фотографии с двукратным цифровым приближением без потери качества. И вы получите действительно неплохие фотографии. На улице в яркий и солнечный день фотографии радуют цветопередачей, контрастом и детализацией. Можно действительно приблизить и разглядеть мельчайшие подробности. Очень нравится цветовой баланс и фотографии с одной стороны смотрятся очень ярко и насыщенно, но с другой стороны нету излишней вот этой вот вычурности в цветах, которая бывает, допустим, у телефонов Samsung и Realme. Также мне нравится, что здесь нету излишнего перешарпа. То есть фотографии, они детализированные и резкие, но в то же самое время мы не видим какого-то искусственного повышения резкости. Ну и что меня порадовал, это рабочий широкоугольный модуль 50-мегапиксельный, который делает очень неплохие фотографии, которые близки по цветопередаче с основным модулем. Ну и фронталка с автофокусом на 50 мегапикселей позволяет действительно сделать очень классные фотографии. Очень детализированные, очень четкие, буквально каждый волосок и каждую пору можно разглядеть при необходимости. Но что еще больше меня впечатлило, это возможность записи 4K60 как на основной, так и на фронтальный модуль, что нечасто встретишь даже в более дорогих телефончиках. Но здесь у нас чудо не произошло, если основной модуль позволяет делать действительно очень крутое видео. Фронтальный Samsung GN1 снимает 4K60, но ему немножко не хватает детализации и динамического диапазона. Но в любом случае это очень крутой результат. Давайте посмотрим на примеры видео и будем резюмировать. Tecno Common Pro 5G это действительно камерафон, который в первую очередь рассчитан на тех, кто предпочитает телефончики с отличными фото и видео возможностями. Телефон позволяет снимать видео вплоть до 4K60 кадров в секунду, и вы получите довольно четкую детализированную картиночку с яркими цветами и хорошей детализацией. У телефона имеется гибридная стабилизация, есть как оптическая, так и электронная. Но вот этот вот гибридный режим Gimbal работает только при включении ультрастабильного режима, который работает у нас только при разрешении Full HD. Но даже и без гибридного зума вы сможете получить довольно плавную картиночку при съемке в 4K. Давайте посмотрим на фокусировку. Довольно быстро, здесь никаких вопросов нет. Что приятно, 4K30 и 60 кадров в секунду доступны у нас и при съемке на фронтальную камеру. Вы получаете действительно очень детализированное и качественное видео. Но в яркий и солнечный день возможны засветы заднего плана. И сейчас вы это увидите. Я выхожу на освещенный участок, и несмотря на то, что я хорошо освещен солнцем, все, что происходит сзади на фоне меня, уже начинает быть пересвечено. Так что здесь нужно, как говорится, выбирать угол обзора таким образом, чтобы не допускать пересветов картинки. Но в общем и целом, действительно, здесь никаких вопросов нет. Но было бы странно, если бы телефончик снимал плохо, учитывая его не самую низкую цену. На текущий момент времени Common 30 Pro 5G можно купить примерно за 33-34 тысячи рублей в версии 256 и примерно 36-37 тысяч в версии 512. И как мне кажется, за эти деньги у него конкурентов в плане камерафонов не так, чтобы очень много. А уж на базе модуля Sony AMX 890 так и практически нет. Так что, если вас не смущает покупка именно Текна, я знаю, что многие до сих пор относятся к этому производителю, ну, скажем так, как к третьему эшелону, тем не менее, это уже достаточно зарекомендовавшиеся телефоны и зарекомендовавший себя производитель. А уж заявив поддержку теперь двух полноценных обновлений, он, в принципе, уже вплотную приближается к своим конкурентам от Xiaomi и Realme. Так что, если вам нужен камерафон, действительно с отличными фото- и видеовозможностями и хорошей производительностью, присмотритесь, вам, возможно, понравится.